Итак, внимание, продолжаем. Выступает Гаврилов Михаил Тихонович Упоминание о рептилоидах в разных культурах Так, продолжение предыдущих докладов на предыдущих семинарах Я вот решил кратенько пробежаться по разным культурам И вспомнить упоминание рептилоидов о разных культурных традициях В данном случае мы видим пантеоны богов Все пантеоны богов, как правило, во всех культурах имеют три главных бога Которые определяют, это творец, поддержатель мира и разрушитель мира То есть практически у них это одна и та функция, но в разных именах имеется Вот мы видим первую картинку Здесь славянская троица Не мешает, я узнавала Сварок, Дверг и Святовид То есть три бога, которые один творит, другой поддерживает И Святовид разрушает то, что несовершенно и уже отжившее Дальше мы видим христианская троица Отец, Сын и Дух Святой Здесь тоже И индуистская троица Брахма, Вишну и Шива То есть функции у всех практически одни и те же Но здесь мы обращаем внимание, но на символику В первом случае мы видим с рогами То есть бог, это Вэллс был такой, бог скоти Это практически гуманоидная форма То есть красная кровь В третьем случае птица То есть как бы не местная, но она тоже относится Птица, кто опекает их А вот в индуистской традиции мы видим символику змей Змеиную Или эту как-то рептилоидную То есть что у Шивы, что у Вишну И Брахма с четырьмя головами здесь То есть ни в одной из традиций практически мы не встречаем четырехголовых или разводных людей И еще здесь особое отличие именно в индуистской традиции Что Шива и Вишну, они рисуются с голубым цветом кожи То есть практически в отличие от красной кожи Где там железо доминирует при переносе То есть здесь и синий, это уже совершенно другой металл То есть уже иная цветовая Это переносчик металл крови То есть и отсюда вот разные голубая кровь Не даром говорить, что там у всех правителей голубая кровь Но это уже особое Приключаемся дальше В индуизме в Махабхарате была целая глава, посвященная Нагам Наги В первой книге имеется обширный цикл Нагов Среди царей Нагов наиболее известны тысячеглавы змей Шеша Поддерживающие землю и змей Востоке Использовавшие богами и остульвают красить веревки при пахтании мирового океана И были другие змеи, ну и опускали И здесь еще приводится картинка, где Кришна на поле боя, когда его попросил Предстал в своем подлинном обличье То есть он сбросил свою телесную ту оболочку и предстал как четырехрукий и голубой человек То есть именно предстал как Наг, представитель Нагов То есть вот здесь вот показана именно культурная транзиция индуизма В которой цивилизация Нагов или рептилоидов присутствовала на планете Земля Дальше В индуистской мифологии Наги это полубожественные существа Со змеиными туловищами и одной или несколькими человеческими головами Нагам принадлежит подземный мир, согласно индуистской мифологии Где находится их столица Хогаваки И где они стерегут несмертные закроющие земли Наги чтутся как мудрецы и маги То есть это более древняя цивилизация, чем гуманойная Способные оживлять мертвых и менять свой внешний вид В человеческом обличье Наги часто живут среди людей Упоминается там Причем их женщины, Нагини, славящие свою красоту Нередко становятся женами смертных царей и героев Вот откуда и пошла голубая кровь у всех царей и героев Потому что именно Нагини они в жены пролезали И давали потомство соответствовать уже не гуманоидной форме А кровь уже становилась иной формой Вот на первой картине мы видим изображение этих Нагов Там змеиные тела человеческие На второй мы видим из Махабхарата Что была такая царица Кунти Которая была из рода Яду Нагов И она стала матерью Пандавов И здесь впервые появляется упоминание о непорочном зачатии То есть ни одного из своих сыновей она не родила от своего законного мужа Она всех их рожала путем непорочного зачатия Которое в дальнейшем было принимено в христианской традиции То есть в принципе первого сына она вот своего карма зачала от бога солнца И так как она еще не была замужем официально ни за кем Она вынуждена была ее пустить согласно как и Моисея мать в корзинке И опять же этот эпизод использовался потом при создании иудийской традиции Ну и остальные сыновья она родила от разных богов Потому что самому панду запрещено было Ему сказал один жрец что в момент когда ты будешь зачинать ты умрешь И поэтому это уже отдельная история Далее в других культурных традициях также мы встречаем Вот допустим змей-дева, медуза-горгона Это в европейских традициях У нас на Руси трехглавый змей-горыноч Он всегда тут везде присутствует во всех И драконы Европы и Китая То есть это практически об этом упоминается Но я не говорю еще о науке Которая подтверждает что была эра динозавров на планете Земля И они здесь господствовали А потом вдруг внезапно исчезли Теперь переходим к Торе, иудаизму Эдем-змей-искуситель То есть здесь мы видим минора То есть что такое минора? Она напоминает змея Шешеву Семиглавого был такой змей Шешев Ну разный может у Шешев потомства И вот получается вот именно от минора Она и получается в иудейской традиции Как основной символ их поклонения Здесь вот показан начальник лаборатории Эдем Как я читаю господь Саваоф То есть в таком виде этой иконы тоже существует То есть как бы нечеловеческий И в Библии было написано Чтобы не быть голословым Что и были оба наги Адам и жена его ела Стих глава 2 То есть бытие глава 2 Стих 25 Многие трактователи Библии говорят Что они были голые якобы и стеснялись Но если трактовать это в прямом смысле Учитывая их символику И то что в дальнейшем Именно змей-искуситель был наставником И обучал Адама и Еву в Эдеме То есть мы ну как можем сделать такое вот умозаключение Что именно они не наги были А принадлежали именно из породы Вот этой древней цивилизации Нагов Адама и Еву То есть созданы были Вот этой цивилизацией Искоразвитые И эта цивилизация находилась Согласно Библии Это в районе Миспотамии Между реками Тигра и Фрат Там дается описание То есть где она была Этот земной рай И в дальнейшем Когда их изгоняли из рая Там тоже опять же Библия сказано И сделал Господь Савауф Адам и Ере Одежды кожаные и одел их То есть смысл в чем Что согласно ранее мы говорим Что наги они могли Переплощаться в людей И жить с людьми И даже скрещиваться И входить То есть здесь То есть так как если они были наги То естественно Чтобы они вышли в человеческое общество Им нужно было одеть Одежду кожаной ризы И выпустить их Чтобы они уже начали жить В человеческом обществе Ну это вот такая вот В дальнейшем мы переходим В Египет Был такой Эхнатон Фараон Вот мы видим здесь Создатель религии Атонизма Атон Атонизм То есть отсюда и происходит Слово Сатон Сатана Сатанизм Это одна из гипотез Откуда слово Произошло Сатанизм Он был Очень такой Как бы Формы Необычной Для людей То есть у него была выкинута Голова И Лицо То есть Желуд То есть здесь Живот этот То есть практически Он не был похож На человека И если поздишь Это был мутант Который возник В процессе Слияния Насекомоидов Рептилоидов Серх И человеческой Породы То есть путем Выведенных И поэтому они носили На голове вот такие вот шапки Чтобы люди Ну Не быть Быть похожим На людей То есть мастеровались И в конце концов После всех реформ Он пришел к тому Что Именно Этот Змею Урию То есть у них вот На голове всегда В правом Был змей Урии То есть поклонение Вон он сидит Вот он показывал В более высоком То есть поклонение Происходило Далее переходим Что же сделал Ихнатон То есть он взял Пантеон Из Пантеона Выделил одного Бога Атона Бога Солнца Потом от Бога Солнца Отделил диск То есть практически Он содержание убрал Оставил только форму И это Атон В нем Солнце То есть мутант Первое значение Вот этого Сатона Как его образ был Мутант То есть человек С коленой головой На голове На голове у него был Диск Солнца И опять же Этот змей Уреет Висус В дальнейшем Он Оставляет Только диск Солнца То есть практически Религия идет К абстракции И абстрактный образ И уже поклонение Просто абстрактному образу Лучам Солнца Видят рук То есть абстракции И в конце концов Змеи Сатана Эхнатон Жрец Сатаны Мы переходим Практически Уже переходим От монотеизма К атеизму То есть отрицание Всяких богов И в последнем своем Уже реформе Когда завершал Эхнатон Запретил Произносить слово Сначала Омон За это же сколько раз А потом Бог Запретил вообще Слово Бог произносить И только один Атон И он как император Был Ну как это Господин Все То есть практически Все миры он перекрыл То есть и поклонение Именно Змеиной Вот этой культурной традиции То есть именно Наград Вот телоид Вот здесь мы видим В этой таблице Если брать образно То какие формы Существовали Разумной жизни То есть Интеллект разумный Когда он воплощается В вещественное тело Ему нужна какая-то форма И по мере того Как развивался В космической цивилизации Ну формы эти То сначала Были вот мы видим Молюскойды То есть так как земля Это опять же Эволюционная теория То есть впервые возникли В воде И Даже фильмы были такие Что именно Эти как осьминоги То есть именно Разум впервые Они очень древние И очень цивилизации И в данный момент Они как бы не присутствуют В веществе На земле Но присутствуют В более тонких мирах Они прикрепляются К человеку На астральном теле Согласно многим Эзотерическим школам И управляют его сознанием И направляют То есть так Воспитывают И то же самое Они и Кнестомоидам Которые возникли В космосе И она вот сейчас Проходит экзамен С моей точки зрения Как на планете Так в космосе А вот эти Предыдущие все формы Они опекают Потому что Если наши души древние То они наверняка Проходили в форме И в мафлоках И насекомоидами Были И в этой То есть она Как бы разум Подбирает наиболее Совершенную форму Космоса Чтобы Эволюционировать Во вселенной И в конце концов Какая бы форма Не была Рептилоиды Человечки И так далее Всех их объединяет К таблице Маркса То есть это Общественные организмы То есть сами По себе не могут существовать А объединяются В общественные организмы Чтобы Выживать в этом космосе То есть есть такое понятие Эволюция Общественных организмов И здесь мы переходим К таблице Маркса Где он дает Практические формации Независимо от формы То есть все проходят это И Они привязаны К первоззрению И к методологии Потому что мышление Разума В зависимости от того Какой методологией владеет Тот или иной Разумный Индивид Независимо от того Рептилоид он Или гуманоид Или еще кто-то Он и Мировоззрение Соответствующее Выстраивается Но Все определяет Именно Практические формации То есть Возможность цивилизации Которые Орудие труда То есть это Объективный параметр Все остальное Субъективно Потому что может быть Цивилизация Вот наша сейчас Современная Она уже дошла До этого Чтобы построить Социализм То есть можно Строить и Предприятие Без человека Высвобождать его А человек занимался Только развитием Саморазвитием Себя Но В данном случае К сожалению Вот банки То есть И анархия То есть Вот это Получается Идет Монархия То есть Возврат Политической Настройки И здесь Многое зависит От диалекции Но Есть возможность Вперед к эволюции Поэтому Сейчас Словик Как в знак Вопрос В какую сторону Он пойдет По кути Дальнейшей эволюции Общественного организма Или же На более высоком уровне Он начнет Скатываться Ну Как бы Дупеть То есть Деградация И умственно Начнется И в результате В конце концов Как придут С цивилизации Кончится Все Комплексом Или же Наоборот Он выйдет На просторы Космоса И наш Человек С цивилизацией Сдаст Экзамен И пойдет Вперед Что касается Методологии Почему я Касну Потому что Методология Влияет На форму Мышления А форма Мышления Уже Влияет На мировоззрение То есть Здесь Прямая Связь Выстраивается Здесь В этой таблице То есть По этой таблице Мы можем Определить Любую цивилизацию Какая у них Форма Устройства Какая у них Энергетическая Экономическая Система И что у них Лежит в основе В этой цивилизации И какой Практический Уровень Развития Допустим Берем Диалектическая Методология Маршизма Он Пользовался Диалектикой А диалектика Это диагия И у него Была Вази Настройка Кто Скажет Что такое Вази Что такое Настройка Ну Какие-то Расплывчатые Понятия Правильно И поэтому Все время Между Материей Духом Шло Соревнование Что важнее Дух Или Материя Когда Переходим К Триалектической Методологии У нас Появляется Бытие Имеет Материю Энергии Информацию То есть Получается Три Если Один Из этих Параметров Нулю То мы Переходим В небытие То есть Мы Уходим На Абсолют Формула Вольвес Физики Это Сила Это Энергия Масса Это Масса Материя А Скорость Это Информация Килограмм Нет Практически Вот Это Материя Периодная Мы Все Пользуемся Формулой Производственные Отношения И так далее Экономика Это Инструменты Экономические Которые Отличаются Другого Политика Это Политические Устройства Общества Или же Один человек Как при монархии Определяет Волю других Или же Это Коллективная Воля Где Каждый человек Учитывается При Общего Решения Ну вот Благодарю За внимание Сделал Краткий Доклад О Рептилоиде И Вы Что Вопросы Вот Знаете Вы говорили Там Кроме Брахма Четырех Ликовый Не было Был же Пантеон Лагов Западно Славян Там Огромное Количество Галов Ну не Огромное Количество Был Четырех Лики Ну вот Это Ружский Идол Четырех Лики Я просто Не знаком Световит Руд Руд Вит Там По-моему Семь Или Пять Ну в общем Ругавит Ну значит Я не владел информацией Вот это Одиннадцатый век Одиннадцатый Вот прямо Вот здесь Волнее В космосе Вот эти Многоглавные Да То есть Многоглавные Они Оль Это Это Компьютер Вот есть Один Процессор Голова Это Как Процессор А сейчас У нас Нет А выключилось Почему А выключилось Нет Нет То есть Это Получается Как Процессор Вот Если Дух Воплощается Четыре Головных Бывает Один Как Процессор У нас Сейчас В компьютере Есть Процессоры С одним Ну то есть Компьютер С одним Процессор Плата То есть У них Скорость Маленькая А вот Когда Допустим Четыре Процессора Это Четыре Ядра Да Процессора То Мысль Распределяется Меж Процессорами И Он Быстрее Уже Действует Потому Что Идет Распределение Ну Самое Хорошо Немного Главное Более Четыре Лучше Понятно Да Так Ну Нам Спасибо Большое Сюда